так ну вот как всегда стоит только начать записывать эфир тут же телефонный звонок и так далее вот я включил запись эфира тогда когда уже находился в пути потому не успел обозначить тему эфира а тем на самом деле была бы длинная наверное не знаю даже как назвать а именно о преемственность в современных техниках боевых искусств техник из ортодоксального и традиционного карате вот а от чего вдруг есть в интернете ходят такие интересные и видеоролики они на самом деле очень интересные и классные которые как бы способствуют тому или призваны для того чтобы показать насколько техника идентична традиционных старых стилях боевых искусств там основном демонстрируются элементы из год жирю там из кенадских каких-то стилей и в том числе в ммэй то есть как бы показывается элемент какой-то ката вот как делает какой-то старый мастер например и и потом сразу же как бы виде пункай только берется этот самый элемент из какого-то боя в ммэй то есть удар локтем например в ката тэки да а в ладонь и показывают сразу прихват за затылок и удар локтем в голову противника и так далее и вот типа я не знаю какую преследовал цель создатель данного ролика ролик безусловно очень интересно на самом деле потому что действительно видна вот это вот и ну как идентичность и наверное скорее всего задумывалось это чтобы показать что вот это своей преемственность все что делается в ката вот оно все применяется и в реалиях в реалиях имеется в виду в контактном поединке но на самом деле если вдуматься то если серьезно задуматься то ролик совсем получился сам такой сопротивоположным совершенно и метрально противоположным так акцентом а знать почему я щас объясню это потому что в абсолютное большинство бойцов тех которые в клетке дерутся в ммэй они и знать не знают ничего ни о ката не о пункай вообще в принципе и поэтому никакой о преемственности не может идти вообще речь то есть такая что человек занимался ката тренировал бункай в кихоне это все доработал в чуяпонку метэ повторил или в кихон ипонку метэ а потом вот стал это применять нет как правило это люди уже молодые генерации той которые начали заниматься можно сказать ммэй практически сразу в том виде в котором сейчас ммэй есть потому что все мы говорим ммэй молодой 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 а самом деле уже выросло целое поколение бойцов которые ну или растет поколение бойцов которые сразу занимаются в ммэй они откуда-то приходят из каких-то других видов боевых искусств хотя такое тоже постоянно есть тот приходит из борьбы кто ты и из самых разных видов имеется борьбы кто-то из ударных техникам из кикбоксинга и тайского бокса но тем не менее вот все больше и больше будет людей заниматься прямо непосредственно сразу в ммэй вот и значит что мы собственно говоря видим а видим мы вот что что техники они применяют эти все а взяли они их вовсе не из карате и не из ортодоксальных каких-то направлений потому что я говорю они и знать не знали про них если их тренера что-то об этом с мы знали то уж точно они не заставляли своих учеников тренировать ката и так далее вот и понимаете о чем это вообще говорит скажу вам как это я вижу это говорит о том что ничего уникального в ортодоксальных методах подготовки его в ортодоксальных техниках нет абсолютно то есть получается что весь тот же бункай как бы бункай потому что эти люди которые в ммэй дерутся они понятия и даже не знают о слове таком вот он весь находит воплощение в жизнь даже если эти люди ничего совершенно нет не тренируют я не говорю что кат ненужный что когда и адепты карате которые сам занимаются тренируют ката бункай все это какая-то глупая практика нет просто методы подготовки у всех абсолютно разные разные но я могу сказать одно что если тренировать ката и бункай вне ката и и бункай в аспекте без интерполяции потом этого всего в контактный поединок то мы никогда и это эти свои бойцы карате никогда не научатся это делать мне применять а те ребята которые занимаются ммэй и ничего не знают ни о ката ни о бункай все эти вещи умело применяют вопрос в том кто же лучше тренирует эти элементы но разумеется тот кто может эти элементы реально применить сколько бы не говорили о том что тренировка в воздух визуализация противника работа в ката это все даст нет нет не даст однозначно пока не будет это все применено в реальном поединке ну и не в реальном а в контактном поединке пусть даже в спорте потому что наличие реального противника всегда вводит огромное количество корректив по поводу тайминга дистанции и так далее вкат этого нет вкат наоборот даже присутствует определенного рода ритм который надо соблюдать то есть он на более-менее все равно есть определенные определенные картинка ката бунда то есть тем бузен который сам диктует откуда выйти куда прийти а для этого нужны определенные длинные стойки определенного рода расстояние что подразумевает всегда одну и ту же дистанцию для нанесения одного и того же приема в данном в данной части ката а реально то все это не так противник может оказаться и ближе и дальше вот и в другом ритме он может атаковать и так далее поэтому мы часто видим как и чем более геоприкладного свойства делается бункай тем он все меньше похож на те элементы которые выполняются в ката то есть нету вот прямой такой преемственности что прямо в бункай выглядит один в один как в ката но кроме некоторых банальных элементов когда выполняется реально гадан барай там и геакутски тогда там все понятно ногу заблокировали или руку и и геакутски нанесли вот когда начинаются какие-то такие сложные выкрутасы которыми забилуют киновские школы берущие взявшие вернее огромное количество техники из китайских стилей там ушу различных то бункай получается очень далек либо он нереальным становится недееспособным либо настолько далеким от того же делается в ката что и и преемственности как таковой уже становится не видно я к чему все это дело веду завез в разговор что техник уникальных на самом деле не существует и мы видим что те кто ката тренирует и те кто ката не тренирует а применяют вернее делают одни и те же техники но если те кто тренирует только это все бесконтактного поединка все это имитируют визуализируют представляют но не выполняют то те кто участвует в контактного рода поединках они эти техники применяют больше того скажу именно важно контактная часть а почему я сейчас объясню посмотрите на различные типы point карате ну такого бесконтактного карате по типу вкф да что мы видим то мы видим там что такие техники ну многие техники не применяются там быть применяется гиакуцкий кидзамецкий маваши герри ура маваши иногда делает суширы герри и хорошие мастера хорошие мастера делают огромное количество различных подсечек подножек и бросков ошибара и различные там и подбивы вот и и последующие добивания вот это вот мы но это действительно экстра класса мастера то есть это можно видеть только на чемпионатах высокого там уровня когда но я сейчас просто повторюсь экстра класса мастера самки соревнуются вот там это сплошь и рядом мы можем видеть так вот они не применяют всех этих элементов и техник которые делаются в бунка и ката в евката верни и в бунка и все упрощено а его и посмотрите все ребята которые дерутся в мм они как оказывается все дел применяют вот не делая ката и бунка и то есть ребята не занимающиеся карате и даже не знающие что такое вообще ну так так умозрительно просто знаю что вот каратэ какой-то есть вот делают все это лучше чем те кто изначально практикует гад а в каратэ как так получается вот в том и суть что я говорю секретов никаких на самом деле нет есть хорошие техники которые берутся и просто делают вот все и никаких совершенно методологии каких-то там суп супер каких-то подходов обычные спортивные правильные подходы базирующиеся на физиологии вот на правильном построении замки тренинга как в любом виде спорта практически не надо из этого делать культу культ вот тогда все это реально работает они не является какой-то значит и комитации вот реально только так это можно понимать и больше не как это я говорю нет но я это говорю как я нуты мхо то есть это моя точка самозрения но ролик я говорю мне реально понравился просто великолепно то есть мы видим что идентичность абсолютно только в одном случае это просто хореография которая не факт что вообще будет как-то применена этими людьми которые делают ее потому что они умеют ее делать только воздух или только на противнике на противнике я бы сказал бы на партнере который к этому готов который делает определенный тип движения и против этого определенного типа движения делается другой определенный тип движения бун кай или как-то еще по-другому называется энбу да то есть когда весь поединок запрограммирован как в сценарии кино постановочная сцена кино я бью так ты блокируешь так я контратакую вот так вот это вот она как раз а когда она работает спонтанно спонтанно то есть в импровизации вот тогда она и реально работает и смотрите я еще раз говорю что те кто применяет этого мы они не нарабатывают это стиле бун кай они разучивают определенные элементы потом встраивают его в технику поединка прямо в процессе тренировки и все это работает я конечно говорю что те кто кто тренируется в карате и и применяет метод смерти подготовки этого всего этих элементов в виде ката и бун кай не говорю что они этого не должны делать они должны это делать но они тут же должны это делать в поединке ну хрен с ним пускай даже не в таком контактном чтобы там зубы трещали нет и не надо ни в коем случае это же тренировка но все это делается в экипировке например да и делается в кажется пол силы то есть в игровой такой схеме вот тогда все это реально и хорошо получается ну вот собственно говоря все что я хотел по этому поводу сказать а ролик я ссылку на него наверно приложу к этому видео а может я по этой теме даже думаю на канале на ю тубе записать отдельно хорошее видео где расскажу об этом же всем только более системно подробно и дам этому детальный и хороший разбор вот так ну ладно друзьям а вы что думаете по этому поводу мне будет интересно ваше мнение поэтому пишите ваши комментарии я на вопросы на ваш постараюсь ответить и комментарии точно прочитаю все ребят если я не не пишу какие-нибудь ответы да на вопрос ну вы не добежайтесь просто я считаю что ваши вопросы какие-то можно оставить без комментариев потому что понимаете иногда когда смотришь на вопрос понимаешь что человеку ответ на вопрос не нужен о его вопрос уже содержит ответ он на самом деле вопросом своим выражает свою точку зрения и мнение поэтому писать ему что-то в ответ смысла никакого не имеет в принципе это так это просто потеря времени поэтому если вас действительно что-нибудь интересует задавайте вопросы к обсуждению вот и высказывайте свою точку зрения но не высказывайте ее категорично вот как прямо это категорично я так считаю вам все остальные дураки тогда тоже смысла вам отвечать нет потому что ничто не не это не диалог это дуалок когда вас интересует только то чтобы высказать свое мнение и вам абсолютно насрать на чужое тогда понимаете вы и не надо бежать что все что остальные будут поступать кому точно так же я обычно с первых же предложений или двух понимаю чем сам движим человек когда пишет это и просто дальше обычно такие вещи не читаю вообще поэтому если там ответа моего нету ну я либо посчитал что вам ответ не нужен либо вопрос не показался не интересным абсолютно то есть не требующим никаких обсуждений и комментариев все это тоже нормально но если уж прямо не терпится до высказать мнение ну пожалуйста конечно потому что для кого-то это безусловно будет интересно да и мне будет интересно и понимаете то что я как ответа своего не дал это вовсе не значит что я это не прочитал я могу прочитать с той целью чтобы просто понять какая у меня над аудитория кто что по этому поводу думает что движет людьми которые пишут все друзья а пока салют